Виртуса Виртус 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 Против Цедек, да, у нас идет матч. Тоже Рубилова колоссальных масштабов решают у кого побольше. Цедеки, которые на самом деле просто стали открытием данного турнира. Уже даже на групповой стадии. Ну и ЕГЭ, от которых все ждали-ждали. И они пока, в принципе, держатся. Но не сказать, что прям супермощные. 10 секунд remaining. Виртус Прос, turn to pick. Ну и команда ВП забирает себе... Команда Ехом, точнее, забирает себе Феникса. Герой для сложной линии. Разор, думаю, будет на медлене у нас стоять. Ну и Винтерн Виверн, Рубик. Два мощнейших саппорта от команды Ехом. С ними работать, конечно, можно. Но Винтерн Виверн имбовая прям до мозга костей. Поэтому сложновато, конечно, будет сложновато. А Герокоптер отправится, мне кажется, на легкую линию. Или да, там бы будет выфармливать. Для года героя пока не вижу. И для Фобоса героя тоже пока не вижу. А вот и герой для года, по-моему, подтянулся. Скорее всего. И последний бан от команды Ехо. Почему-то Туско нет в бане. Удивительно, но факт. Нет в бане Туско, а здесь по данному пику мог бы и зайти. По длину, под Шейкера, под того же Шадо Шамана прилетел и задизейблил всем, чем только можно. ЦМ кабанится от команды Ехоум. Знаю, чем занимается ФНГ на данном герое. И не увидим мы с вами ЦМ. Ну, кстати, получается, что у Флейнера уже прочитали игроки команды Ехоум. Кого же они здесь видят на Уфлейне? Возможно, Фобос. Темплар Ассасин. Фобос на Ли, возможно. Темплар Ассасин. От команды Ехоум. Тоже не появится. Ну, Мидлайн. Я предполагал, что это будет Разор. Но команда Виртус Про думает иначе. Им кажется, что кто-то другой. Ну, по данному пику против... Опять же, против кого стоять? Против Лины? Шторм Спирит. Классическая рабочая схема. Шторм Спирит залетает в пик. Команда Ехоум и Виртус Про теперь должны уже совсем другую картину иметь касательно того, как будет действовать Ехоум. Появляется некая агрессивность в составе команды Ехоум. Плотненькая. Шторм Спирит не нуждается у нас. Понятное дело, ни в каких даггерах, ни в каком мувспиде. Он врывается в самый центр. В самом центре делает больно команде Виртус Про. Поэтому на агрессивность надо это рассчитывать. И, возможно, кто-то нужен поплотнее в составе команды Виртус Про, кто не стал бы жертвой элементарно этого Шторм Спирита. Ну и пока еще непонятно, Лина. Это будет мидлейн Лина или это все-таки Лина на сложную линию. И Лидан играл на линии уже неоднократно в роли Керри. Но здесь есть гирокоптер, поэтому при наличии гирокоптера, конечно, говорить о фармящей линии на легкой, это перебор. Одна минута осталась у команды Виртус Про. Все-таки оффлейнера не вижу здесь. Вот хоть убейте. Не думаю, что шайкер от Фобоса зайдет почему-то по данному пику. Ну и задумались в ВП в данном случае, и видно это, как-то задержка пошла. Антимаг от Виртус Про. А там вы видите, что происходило. Там банили ЦМку. И Лидан в итоге забирает антимага. И теперь я немножечко удивлен. В одном пике команды Виртус Про гирокоптер и антимаг. Гирокоптера забирает себе год на мидлейн. Лина будет саппортить от Лила. ФНГ будет играть на Шадо Шамане, это понятно. Шейкер отправляется на сложную линию от Фобоса, а Иллидан будет фармить на антимаге. Что это такое за веселуха? Ну, пожалуй, что весело будет в любом случае. Ну, круто. Тем интереснее. В принципе, уже пора как-то удивлять, а то все по классике, да по классике. И скучновато становилось. Антимаг от Иллидана. Интересный интерес. Сетевай сбирает себе Шторм Спирита. Ротикей будет играть на Фениксе. Лан Эм будет играть на Рубике. ДДС играет на Винтер Виверн. И Уай Джей будет играть на Розоре. Ну и теперь по расстановке лайнов. У меня вопрос, пойдет ли год на мидлейн. Ну, скорее всего, потому что куда еще году идти? Во-первых, год сам по себе мидлейнера. Во-вторых, Иллидан идет на топлейнер на 100%. Если бы у Иллидана было что-нибудь по типу Темпларки, например, в руках, то была бы возможность, например, сходить на мид Иллидану. А так год, конечно, на своей привычной линии будет. Have fun, написал Лила. А тут будет много фана. Фобос забирает себе Шейкер и уже отправился на Сложную. Пошел вардить. Здесь у нас Вай Джей на Рейзоре. В имморталовом шлеме. 30 секунд для борьбы. Ну, я думаю, игра, я еще раз повторюсь, как минимум будет угарная. Как минимум. Гирокоптер Мид. Будет ли с ним кто-то стоять? Сейчас узнаем. Вполне может и такое быть. Например, FNG или Лил мог бы постоять рядом. Ну, и год у нас... Ну, думаю, классическая прокачка будет у года. Не будет никаких хумисилов. Хумисилов. Хотя тоже вещь крутая. На миде его использовать неуютно на самом деле, потому что... Бежать никакого смысла нет. Ну, и все, год на Гирокоптере Мидлейн. Приехали. Сетюай на Шторм Спирити. ДДС на Винтерн Виверни тут ползает рядом. Будет помогать, видимо, какое-то время. Ну, и прочитали, да, видимо, дабл мид. Игроки команды Ехум. Ну, далековато у нас. Лил. Лил, по идее, не должен вообще отходить от года, потому что здесь ситуация неприятная будет для данного персонажа. Гирокоптер достаточно слабенький в начале. 5 дефа, правда, есть у года. И 600 хп. Может, не такой уж и слабенький. Может, я уже зря на него наговариваю. Там Рубик проседает по хеллспоинтам. От или Дана. Или Дан вместе с ФНГ на лайне. Ну, и на сложной линии Фобос против Вай Джея. Статик Линк у Вай Джея уже в области проблемы по количеству дамаги. Хотя ничего так справляется, шейкер. Так, кстати, по-моему, приоритет исключительно профессиональной доты. Брать шейкера на сложную линию. В пабе, если такое когда-нибудь увидеть, то с ума можно сойти. Ни разу не видел толковых шейкеров даже на большом количестве ММР, которые отстояли бы хорошо сложную линию. Как-то эта профессиональная дота с этим попроще справляется. Ну и загоняет уже СТВ потихонечку на медлогиня. Батлы пока что у СТВ нет. А у Геррокоптера... Тоже, в принципе, рановато еще до Ботла. Году у него 420 всего лишь на руках. ФНГ на Геррокоптере. Занимается отводами. В принципе, без скрипов тут практически оставляет... Ехомов, а это минус. Не Ехомов, точнее, а команду ВП. Это минус. Но в это время антимаг у нас оправился просто на отводы. Ну и повел ФНГ за собой друзей. Все это должен привести антимагу. Ну и не успевает немножко здесь Иллидан. В принципе, по фарму у Иллидана ситуация достаточно комфортная. Ротики сам тут наказать Иллидана в паре с... Шадоу Шаманом не мог бы. А вот толпой, кстати, развалить им могут. ДДС пришел у нас достаточно вовремя. И с Шадоу Шаманом справились быстро. Капитан команды Виртуз Про отъезжает на ФБ. И Виртуз Про уже по счету начинают отставать. Ихомы в плюсе по голде и по экспириенсу команда ВП впереди. Хоминг не сил все-таки мы с вами увидим. Причем промбакшен и хоминг не сил в приоритете. Год тут вообще удивляется всех сторон. Во-первых, гирокоптер на мидлейне сам по себе. Во-вторых, этот хоминг не сил, ну, раз нестандартную линию выбрал для героя, то надо нестандартно его и раскачивать. Не до того, конечно, уровня, чтобы мы сейчас у вас с вами догон на годе увидим. Со старта пятого левела. Нет, конечно, но... Хотя нет, конечно. Тут раз и пошел уже. Ставфу Физдерли собрал, ну, талисман себе принес. Стоит не палится. Что уфоротый. Ротикей. Лоу хпшный уходит отсюда. И Лидан. И Лидан одного удара. И Лидану не хватило, чтобы приговорить у нас Ротикея. Ну и первое место по фарму пока что Уайджей. Ой, начинается нарезание у нас Ротикея в спину. И Карус Дайв у него, если что, есть. Теперь за ДДС. Пошли. Пошел. Пошла сетка здесь. Вот раз. ДДС. Еще один удар. И Лидан не успевает сделать этот удар, потому что очень медленно бьет ДДС. 7 хп. Было, когда И Лидан замахивался. Даже не видно хп здесь на хелсбаре ДДС. Вот это проперло. А как Ротикея здесь зарешал своими спиритами. Это какая-то... И это какой-то ужас просто. 1500 по голде уже Ехоума. И по экспириенсу 500 тоже в пользу команды. Ехоума год в это время фармит. 18 на 10 у него. Ну, проигрывает совсем немножко Уайджей на разуре. А в принципе достаточно неплохой показатель. Ротикея на Фениксе. У него 16 на 3. При этом один фраг. И у Си один фраг. Ну, тут они просто зарешали. Пара летающих тварей. Одна отмороженная, другая горящая. Ну, эти спириты просто чудеса творят на самом деле. Элементарно нельзя дать демаджи. Нисколько ты замахиваешься. Такое ощущение, что ты бьешь 3 НЧ, связанные вместе. И так тебе плохо. Фобос 14 на 3. По крипстату уступает, конечно, разору. Но в принципе держится на уровне. То есть это не так загнанный шейкер выглядит, как мог бы. Фобос на опыте здесь. Ну и трипла уже перемещается на топ лейн. Понял, Лил, что можно года оставить в покое. И как-то разбираться здесь с Ротикейм, тем же с DDC. Шейкл есть. Есть азершок. Нет, кстати, хикса у ФНГ. Здесь есть Лил, в принципе, с Лайстрекерем. То есть два контроля уже есть. Дамаги тоже предостаточно за счет азершока и за счет, естественно, задувки от Лилины. Ротикейм пытается подступить в ФНГ. Здесь есть Колден Брейс. Ну, кстати, Колден Брейс на руку даже команде ВП. Ну и две летающие птицы. Чуть ли не абсолютно одинаковые. 1600 или 1700 в пользу команды Яхум и по экспириенсу ВП выигрывают на удивление 150, но все-таки в плюсе. Судя по этим трем фрагам могли делать быть и немножко похуже. Появляются фейсбутцы уже у года. Тут на Медлейне все в порядке, в принципе. У года 32 на 12, чуть-чуть отстает от Вайджея и ровненько идет с Сетеваем на Штормспирите. А Сетевай Сабатюра еще и подфармливает крипов в собственном лесу. Ну, у него есть такая возможность. У Гирокоптера такой возможности нет. Я имею ввиду вот так вот косвенно взять и отойти с центральной линии и отправиться в лес. Только вот таким вот образом Гирокоптер может отойти с центральной линии. Просто прийти в лес и оставить на фрифарме у нас мидера. А здесь так, между прочим, это делает Сетевай. Ну и вот, фармливает стаки. Под него все здесь делалось. Боттл есть, фейсбутцы есть. Рейсбен тоже для него имеется. ФНГ, посмотрите, просто на бомже выступает. У него есть только смоук и ТП. Больше ничего. 8 минут сыграно. Там нетворц, по-моему, минус 100. 222 нетворц у ФНГ. Убей хотя бы какого-то крипа. Я прошу тебя. 78 заработал. Красавчик. Ну что, пошел у нас замес Сетевай против года. Закончился ничем, в принципе, у Шторма есть уже. Шестой левел, даже восьмой уже левел у Шторма. И улететь спокойненько через Боллайтнинг он может. В принципе, Шторм в какой-то ставке личной против Гирокоптера, естественно, должен выиграть. Гирокоптер хорошо дамажит, но Шторм из тех ребят, по которым просто дэмидж не проходит. Потому что непонятно, где он находится. Через Боллайтнинг, естественно, и выйдется абсолютно все. Дамаги в него не наносятся. Герой уязвим. Не уязвим. Не уязвим. Кстати, какой-то забавный сет на Шадоу Шамана. Нет, это не забавный. Это обычный сет на Шадоу Шамана. Но ФНГ смотрит, как фармятся крипы. Сам-то фармить, конечно, не может. И просто наблюдает, что тут Год делает. Помогает. Ему Года действительно надо выфармливать. Год обязан здесь тащить команду ВП. Основной дэмидж от него. И Лидан. Тоже, в принципе, парень не промах. И у него герой из тех, которые в лейте затаскивают все это. Оно где-то минуте 25-20, наверное. 20-25. Лидан раскроется у нас. Там будет Battle Fury. Там будет Manta Style. Если будет, конечно. А до этого времени кто-то другой должен решать. Ну и у гирокоптера варианты есть. Флэп Кэнон. Вещь нужная, полезная. Естественно, колдаун у него есть. Естественно, есть Rocket Barrage. Так что... Ну и вообще, Хоминг Миссил посмотрите. В три прокачан. Давно ли вы видели таких гирокоптеров? Я, например, очень давно. Ну, давайте пробежимся по артефактам. YJ. Хедресс себе приобретает. Есть у него в ПТ. Есть у него Аквила. И Networx общий топовый. Кстати, 4200. У года второй Networx на карте. У года 450 после Аквилы фейсбутцов. У City Wire. На Шторм Спирите. Power Threads есть. Нул Талисман есть. Ботл тоже имеется. Ну и собирается в Soul Ring выйти. Иллидан уже с Ring of Health. Есть у него ПТ. Есть у него... Furman's Shield вместе с Quilling Glade. Поэтому, конечно же, будет здесь в итоге Battle Fury. Куплено Иллиданом Фобос. Soul Ring и Транквил Буцы. Пока больше ничегошеньки. Ротикей. Урн of Shadows есть. Транквил Буцы. В принципе, для ранней агрессии уже затарен у нас Феникс. Ну и здесь абсолютно... Не дамажащая, но выживающая Виверна. Ничего, в принципе, здесь и нет. Просто Транквил Буцы. Ну а дальше не знаю, стоит ли смотреть. Лил у нас купил Брасер себе уже. Красиво. Ну аккуратнее, да? Посмотрите. Посмотрите здесь на беспорядок абсолютно в Винтерн Виверн в Итем Билде. И как аккуратно и симпатично смотрится все у Лины. А как у ФНГ. Вообще великолепно. Просто педантичный Итем. Билд. Ну и Лил подходит вместе с Иллиданом. Будет выход на ротике. Иллидан отцепляет Плазмофилд на фул. Вообще в него ульта пошла от ДДС. Иллидан рассыпался. Не дошел. Немножко из собственной базы. Год приходит сюда. Флэкенон в году уже пошел. Ракета пошла по ДДС. ДДС, скорее всего, здесь погибнет. 2J ловит Фессуру. Супернова пошла у нас от Феникса. Ну и надо ловить бы Ротике. Но здесь прилетает Сити Уайт. Сепляет года. И сгораются еще и от Ротике. Размен пока что 3 в 2. Очень даже не кисло со стороны команды ВП. Улетай отсюда, Курьер. Улетай. Но еще и Лила забрали. В итоге размен получился 3 в 3. Ну дрались без Иллидана. Это неприятно, безусловно. Дрались без Иллидана. Но в любом случае ВП остались в плюсе. 959 по золоту. Ну а по Экспе больше все-таки вывезли игроки команды Ехум. Ехум в плюсе, продолжают быть. И гляньте, здесь по Экспе кардиограмма какая-то очокнутая. Ну и Ланэм лоу хп-шный, на мидлейн пришел. Непонятно зачем. Если борт сюда придет и флагкэнон бахнет, то Ланэма в принципе и не станет. С одного-двух ударов. И все, Ланэм пошел на отхил. Пока что в файтах мы его не увидим. 12 с половиной минут. По золоту полторы тысячи Ехум. По Экспериенсу Ехум в плюсе тоже. Пытались закрыть в ИДжей. Не получилось. Он аэвсистор проезжал. Проезжал и валить отсюда. Остается 350 голды ему до появления Мекки в составе команды ВП. Есть ли вариант вообще кому-то Мекку собрать? Гирокоптер у нас Сашу Яшу здесь. Понятно, здесь никаких Мек. Шадоу Шаман тоже, ну, забрали линии, которые могли бы собрать быструю Мекку. Гирокоптер Мекку собирать, естественно, не будет. Если бы он играл на Вайпере, например, год или на... Или на том же Розоре, конечно, можно было бы увидеть Мекку. А так, никаких Мек забудьте. Ну и, в принципе, я не вижу, кто бы мог ее собирать. Шекер, естественно, у нас в Даггер пойдет. У него основная цель это врывы, а не хил. Ну и сейчас обходит команда Ехум в спину Лила и Иллидана. Поднимают у нас Лилы... Ой, Года, точнее. Года надо просто бежать. Я настолько не привык, что не Иллидан играет на Гирокоптере. Что смотрю, понимаю, что это Год. Вижу, что это Год, а называю его Иллидан. 7-3 становится счет. Вот в итоге Тауэр, по-моему, забрал здесь ФНГ. Так и есть. Шадошаман забрал Тауэр. Ну и уже, в принципе, у АйДжея готова Мека. Остается 25 копеек. Мека сейчас будет уже приобретена. Иллидан начинает отпушивать Тауэр. ВайДжея пинает по голове Иллидана. Фобос близко. Фобоса инвиз, причем обычный. Это не смог никакой. Можно попробовать и развалить ВайДжея. Пока вся команда Ехоум тусит в собственном лесу, ВайДжея должен тут ответить. Ну и ФНГ, Девардинг вообще на ровном месте. На нижнем лайне. Хотя, казалось бы, да, вроде команда ВВП забила. На нижней лайне Иллидан ждет. Байтит на себя. Есть ли Вижен? Ну, наверное, уже теперь есть Вижен ВайДжея. Попытались зацепить. Фиссурой просто закрыли ему выход. Даже не продамажили в итоге. Розора. Застрял ВайДжея в панике. Все, выходи. Все закончилось. Фобос дикий. Фобосу надо даггер. Он тут вообще не щадит ни себя, ни грипов, ни тиммейтов. Фобосу надо заработать на даггер. Тотем, не тотем. Надо ХП будет сейчас слить на Солринг. Сольет. Тотем еще по голове. Ну и оставь. Стайфу, ступи парню лыжню. Гоат. Тебе эти деньги нафиг не нужны вообще. А Фобос мучается. Ну, 30... 2 230 уже у Шейкера есть. Так что тут... Пока отхилится, даггер и накапает. По золоту, Йохоу, мы потеряли все преимущество. С 2,5 до 500 где-то скатились. Но и по экспириенсу продолжают быть впереди. Кардиограмма уже не такая у нас. На явное все. Полезла в сторону команды Йохоу. 16 минут сыграно. Давайте смотреть, что кто насобирал. Я думаю, пора уже как-то и серьезные артефакты гирокоптеру займить. Год. Купил себе Бэнд оф Элвин скинг. Естественно, все это после Саши. Саша-Яша будет у Года. У Элидана. До появления Баттлфьюри совсем чуть-чуть. 800 с копейками есть сейчас. Надо еще 600 голды. И будет Баттлфьюри для Элидана. Баттлфьюри плюс ПТ. Ну, уже достаточно рабочая комбинация. Бить можно. 11-го левела Аразор. 11-го левела Антимаг. Ну, Элидан умеет фармить крипов. Тем более в обычном... Таком вот... Амплуа для себя. Но здесь Элидана вряд ли. Отпустят нет. Элидан пытается еще уйти. Иланем. Хитрозады. Я какой. Взял, украл блинг. И дождался. Куда там Антимаг прыгнет. Прыгнул за ним. С руки просто расковырял. Я думаю, правда, не зря смеется Рубик. Это было забавно. Просто украл блинг. И самая полезная, наверное, на данном этапе вещь для Рубика. Она ему экономит 2 250. Ну и центральная линия падает. И Разор еще и на топе. Скучный тавр. Йоху. Мы только что забрали 2 тавра команды ВП. Плюс забрали мейнкерри команды ВП. И что самое неприятное. Отсрочили его Battle Fury. Пока что фиг знает на сколько. Две с копейками. Ехомы по золоту и по экспириенсу 2000 тоже для китайцев. Сколько можно? Хватит кормить Китай. Ну, и году остается 700 голды до появления Саши Яши. После этого, я думаю, прям навязывать на дамас файты. Чего иначе ждать? Ждать, пока Разор соберет себе агоним и рефрешер. Это было бы явно лишним. У АйДжея уже есть мекка. После мекки 1000 золота на руках. Может и БКБ. Кстати, будет у АйДжея появляться. Неизвестно пока что. Такт проседает год по ХП. Это все на Эншентах. Нормально. Это нормально. Эншент надо отдаваться как бы непозорно. Ну и файт у нас внизу. Лил. Как ты здесь оказался, Лил? Фиссура пошла у нас от Фобоса. Сити Уай на Лила. Лоу ХПш на Сити Уай. Удар по Лилу. Лила отваливается. Лагуна Блейд перед смертью. Фобоса тоже никто не отпустит. Блинк есть у Рубика. Он сейчас просто прыгнет за Фобосом. Он не прыгнет. Смотрите, как выглядит цикло. А чего было не прыгнуть-то? Ну понятно, что он не имел там представления, кто там находится. Но они бежали втроем. Плюс там была Винтерн Виверн, которая без вопросов вообще спасала любого. Ну ладно, ладно, ладно. Ну такое дело. В принципе, ВП понимает, в чем вообще как Ехумы тут. Где их слабость. Ну и можно безрассудно иногда действовать, как мне кажется. И таким вот образом вырвать несколько поинтов у команды Ехум. Потому что с Сейвова играют Ехумы, не хотят проигрывать. Естественно, они хотят отдаваться просто так. Да, это все, конечно, это разумно. Безусловно, это разумно. Безусловно. Ну скучно, просто жесть. Три с половиной Ехум и две Ехум тоже по голде. Год, я так понимаю, не будет файтиться до появления Сашияша. А, все, Год есть Сашияша. Уже можно, в общем-то, идти и бить. У ФНГ ворды пока первого левела. У Фобоса есть Даггер. Это уже прекрасно. У Фобоса Даггер есть. Мэджиклон, тут даже ПТ есть. ТП, точнее, есть у Шейкера. Поэтому он во всеоружии. У антимага есть Батлфьюри. 700 сверху для Элидана. В принципе, сейчас можно идти и бить. Единственное, что напомнить Элидану, переключить ПТ на силу, чтобы более-менее выживаемость себе повысить. Вот, пожалуйста, напомнили. Я как будто слушает меня, Илья. Переключи ПТ на интеллект. Нет, я лучше куплю себе Сейдж Маск, Ринкофриген и продам их сразу. Просто играет со мной в неадекватного. Я выиграю. Команда Ехоум в это время подпушила Т1 по низу. О, хпшная абсолютно. Вп не отдают. Тавр. Еротикейс, ДС, как-то вы туповатенько здесь застряли немножко. ДС вдруг из кустов выходит. Не нравится. Вообще непонятный абсолютно непонятный мув. Просто две какие-то летающие твари выходят из кустов. Где они теперь, тоже не ясно. Где Виверна? Куда она делась? Улетел ДДС и остался здесь один Ротикей. Другой видит его. Цепляют у нас Ротикей. Ротикея будут просто разносить и правильно будут делать. Какого пса ты по кустам лазишь? Вы видели вообще это? Просто две летающие абсолютно непонятные хрени ползают по кустам и высовываются посмотреть, как тут драка протекает. Розора слили поэтому в соло абсолютно. И я считаю, что в этом есть минус. То есть Розора все равно отдали. А два саппорта или там с оффлейнером, конечно же, просто лазили и смотрели. Так, вообще Розора забирают. И сами не хотели вылазить, но пришлось в любом случае. По-моему, ПТ, ПТФ не было улетено. Нет, вроде бы, был УСП. Почему тогда не улетел, непонятно. Может, ждал, что ВП останутся здесь и придется масс-файт организовать. 23 минуты сыграно. ВП отыграли почти 3000. Нет, почти 2000. И по экспириенсу они с двух с половиной перевели графики в свою сторону. Сетевая уже с обливент стаффом. У него там копейки остались до второго. И будет оркит. Антимаг от Иллидана в это время с Баттлфьюри и Яшей. Вот и ПТ на интеллект у Иллидана. Но Иллидан молочак, конечно, с ПТшкой. Все хорошо. Бить крипов на... Бить крипов на ловкость. Юзать блинк на интеллект. И стоять получать дамагу на силу. Супер игрок. Лина. Урнов Шадоус уже есть. ПТ есть у Лила. Брасер тоже есть. У Года после Саши Яшей появляется Угр Клаб на Блэк Кинг Барк. Года какой? Четвертый Нетворс на карте. Иллидан, кстати, обгоняет Разора. У Иллидана лучше, чем у Разора Нетворс. Слово, хуже, чем у Сетевая. Сетевая вообще тут превзошел абсолютно всех. 184 крипов на 24 минуте. Это очень хороший показатель на самом деле. Хотя у Иллидана 180 на 24 минуте тоже великолепный показатель. Ну и сколько здесь ГПМ? Почти 500 у Сетевая ГПМ. Видит Сетевая, но забрать его пока просто нечем. Фобос, возможно, есть даггер. Эхо Слэм не будут жалеть. Иллидан ультанет моментально. Я думаю, в Сетевая стоит только Фобосу подойти. А ну-ка. А ну-ка. Будет ли прыгать Фобос? Ну и Фобос, Фиссуру в Сетевая. Эхо Слэм где? Вот там Эхо Слэм. Но уже после проюзания Лагуна Блейда. Эхо Слэм оказался ненужным. Долговато его как-то кастовал Фобос. А нет, он Эхо Слэм не проюзал. Это он тотем хотел проюзать. Вот так взорвался. Иллидана фманавоид. Ну и Гот начинает напиливать по Иллидану. Близко подходить неудобно. Вот там Эхо Слэм от Фобоса. Вайджей у нас входит в БКБ. Хоминг не сил полетел по нему. Но Иллидан просто разрывает Фобоса пополам. Где Иллидан в это время? Иллидан нагребает просто от Вайджея. И Иллидана развалит. Матерял Аегуон. Ну и не получится это свалить. Это вопрос уже сразу же самец на Иллидана. Ох, этот Шторм Спирит. Минус три от команды Ехоу. Оркитс моментально просто пиндюрили в лицо Иллидану. Ну и проблема, конечно, антимагов и прочих в том, что скорость каста все-таки какая-то есть. Тайминг на каст имеется на блинки. Поэтому там и разворачиваться надо. Там много чего. Нельзя бы никогда исчезнуть. И все, не было тебя. ФНГ еще поймали. Года тоже, скорее всего, поймали. По-моему, Эмпайр идет полузера. Стивай на Лила. Лила развалили. Минус четыре от команды Ехоум. Даблкилл от... Вай-Джея. И... В принципе... Ситуация становится неприятной. Да, тут камбэчить есть кому. Здесь есть антимаг. Здесь есть... Герокоптер. Безусловно. Но можно и не отпустить просто ни антимага, ни герокоптера. Сетивай очень классно отыгрывает. 5-1-3 счет у него. 197 крипов. ГПМ крутой. Всего предостаточно. Ну и Нетворс топовый на карте. Теперь еще и Вай-Джей подтянулся и... Обогнал у нас года. Обогнал и Лидана даже. Продолжение следует... Утюай ловит у нас Лидана. Лидан под Сайленсом и вряд ли, наверное, уйдет отсюда. Ну еще и ульта от Виверны. Конечно, так можно выключать антимага. Я не думаю, что стоит вообще Илья показываться где-то на... позициях команды Ехоум из своего леса лучше не вылазить. Попросите ФНГ. Он парень заговорчивый. Он пойдет поставить тебе везде, везде, везде варды. У тебя будет вижен абсолютный. Тут и сентрики будут, и обсервы будут. И ты просто стой, выфармливай свой лес. Ничего. Я понимаю, что сейчас уже как-то аппетиты выросли у Лидана. Потому как есть и Манта Стайл. О, Яша, точнее, есть. Баттл Фьюри есть. Естественно, лес он выфармливает где-то секунд за 35-40. Так, ну подождешь 15 секунд, ну ты хотя бы не будешь сливаться. Эншентов тебе настакают. Попроси. Отвернулся, шадоу-шаман. Я не буду покупать варды. Не хочу. Не, не покупает, слушай. Не покупает. А тут вот Катя обсервы. У сентрики хоть купи. Купи слона. 15-8 счет. Юхоум 4 с копейками. По золоту и по экспириенсу 4 с половиной. Тоже в пользу китайского коллектива. Угу. Виртус Про своих супергероев, которые у них есть. А это Гирокоптер и Антимаг пока не реализовали. Посмотрите на команду Юхоум. У них герои постольку поскольку. Разор, конечно, очень классный тип. Но в соло против Антимага, наверное, он перефармленного. Наверное, он не справился. Там есть Манта Стайл. В принципе, там есть блинки, которые статиклинг к чертям собачьим шлют. Ну и если баш прошел бы, по идее, Антимаг сжирает здесь любого. Особенно Шторм Спирита. Для него это вообще прекрасный корм. Прилетел, получил Мантовоид и ушел. У Антимага уже есть. Кстати, вот это очень хорошо для Элидана, что у него сейчас уже появится Манта Стайл. Потому что отсутствие Манта Стайла не позволяло Антимагу вообще никак убегать от Шторма. Он влетел, дал Оркит и все. Здесь юзаешь Манта Стайл. Салость тебя слетела и спокойненько оттепешивайся от общей толпы Юхоума. Понятное дело, что Шторм Спирит за тобой дальше полетит. Но когда он отлетит за тобой дальше, там ты ему уже лицо подразорбьешь. Плюс Мантовоид где-то подприсунуть. Короче говоря, у Антимага дела выровняются. Все, Манта Стайл есть у Элидана. Поставили в Орды просто покормить Разора. Хомин Мессил пошел по Вайджей, Фессуру тоже в него. В Орды просто так были поставлены. Это очень обидная ситуация на самом деле. И у Разор теперь просто фармит в Орды. 200 голды Вайджейу подарили. У него мало было денег. Решили чуть-чуть побольше. А как бы он иначе обогнал Ильдана, если бы не в Орды? ФНГ подарил. Главное, команде в Орды купить нет. А вот поставить пусть ребята их развалят. Пожалуйста. Красавчик. Ну, ясен пень, да, что здесь обсервы по КД покупаются и ставятся. Эсцентрики тут нафиг не нужны по данному пику. Команды Йо Хоу никакого инвизора здесь нет. Это я так уже. Просто угораю. Блинк Даггер и Форс Став для Фобоса. По идее, ворваться в любой замес Фобос сможет. Как и убежать из большинства замес. И у антимага Виталити Бустер появляется. Или Дан сразу в Тараску, как я понимаю. Не будет же здесь вангвардов. Надеюсь. Актеринкор, например, как на нога Сайрон от Санейка. 5 тысяч золота и 5,5 экспириенс тоже для команды Йо Хоу. Не 5,5, а где-то 6,7 даже. 815 на руках у Иллидана. Как там год в то время пожелает? У гирокоптера, посмотрите, все прекрасно. БКБ есть 10 секунд. И Мурдипмаск есть, значит, сейчас будет Доминатор лететь. Все хорошо, в принципе. Сэнжин Яша, БКБ. По большому счету сливаться просто так. Он не должен. Он как-то и не сливается. 2-1-4 счет. Тут по сливу больше. Преуспел Иллидан. 3-5-0. 0. 0-0. Еще раз запомните. Ни одного асиста у Иллидана. Если не бросали репорт, еще бросайте. Ну и в Шторм Спирит, в БКБ. У него маны тут минимум. Что, не долетел Шторм? Не допрыгнул. Просто вниз надо было скатиться. Здесь не получилось. Ударился об скалу немного и сразу же Денай. Тут, конечно, не сплаковал никоим образом здесь Сити Вай. 15-9. Виртуз Прок, к сожалению, ничего с этого не получили, но... Хотя бы, хотя бы, хотя бы Шторму подрезали немножко Блодстоун. Так, ловят у нас Иллидана. Иллидану очень нравится то, чем он занимается. Прям любитель этого, я смотрю. Даже не любитель, а уже профессионал. В этом вопросе убегает Иллидан. Выталкивает его и еще раз выталкивает его. Все, кто только могли его выталкивать. Как его два раза так поднесло, вы видели? Ну и просто Иллидан отдался в который раз уже. Илюшенька, что ты творишь? 3-6-0. Как он это делает? Как у него так красиво это получается? Вроде и фармит, вроде там Мэттвордс второй на карте. И как драться обязательно какая-то задница? 16-9. Печет. В принципе, на ВП, на Роху ВП уже губы раскатывать не имеют права. С такой игрой мейнкери тут. Ни до Рохи совершенно. Ну и 34-ая минута. В принципе, чем дальше, тем лучше для команды ВП. Если опять же вот это вот не учитывать, то что творится. Или да. Геракоптер фармит, артефакты будут появляться, физдэмэдж. Как заходил, так и будет заходить. А он важен. А у команды ВП, физдэмэджа больше, чем у команды Йоху. Это 100%. Лишь бы сами себя под ультой Виверны не переубивали. А так, в принципе, на антимага и на геракоптера в лейте я ставлю больше, чем на Штормспирита и на Разора. Хотя и Штормспирит очень неприятная вещь. Когда Штормспирит расфармится, а он уже, в принципе, на хорошем сейчас ходу. Там еще Шива какая-нибудь появится и Хекс. И когда у него будет бесконечное количество маны, то он... Просто файти его нельзя будет поймать ничем, если там Абисал Блейд только не впендюрить к нему. Но это тоже это, подойти еще к нему надо. Ну, у Иллидана уже почти 3000. Жди, 15 копеек. 12, 10. Успеет ли купить Ривер Иллидан? 7, 3, 0. Покупай Ривер. Все, Ривер есть у Иллидана. Ну и здесь Сетивай просто развлекается. 6, 2, 3 еще. Вот у него 0, 6, 6. Писали, у кого там 0, 6, 6. Непонятно, у кого 0, 6, 6. Команда Яхум решила подпушить. И на их месте я бы делал то же самое, потому что, опять же, фармит антимаг и фармит гирокоптер. Других более жестких героев в ЛАИТе сейчас современная Дота просто не имеет. Нет их в принципе. Антимаг он просто конченый. Когда перефармленный гирокоптер, он конченый по дефолту. Поэтому дотащить эту игру до 50-й минуты, но потом даже и удивляться нечему будет. Почему у нас бараки падают? Причем Элидан будет бить здесь в перефарминге крипа, а сплэшом будет падать барак вот здесь вот. Даже при стоящем Т2. Будет Т3 здесь рассыпаться и чуть-чуть трескаться. Барак. Тауэр, я имею ввиду Тауэр, конечно. Ну, пускай, пускай. Команда Ихум играется с огнем на самом деле. Есть все варианты слить эту игру абсолютно спокойно. Ланэм в кустах заселанным. Собирается здесь выйти и хотя бы кого-то зацепить. Ну и все, Ихум решили подпушить. Айзе Сторм через 15 секунд. Без него заходить не будут. Рошана еще очень долго не будет. Кстати, у кого Эго? Кто забирал? А кто играет? Шторм Спирит с Эйджесом не было еще. Это второй, по-моему, Рошан только. Или первый даже Рошан. Нет, второй, второй Рошан, по-моему, Бессера. Ну что, на Элидана врыв сразу же. Манта Стайл Элидан не успевает проюзать. И ульта неверна на Элидана. Элидан так и остался ни о чем в этом файте. Он ничего вообще не сделал. Эхо Снайм от Фобоса. Развалился ФНГ. Развалился Фобос. Триплкил от Сетивая. И Лидан просто антигерой этого матча. Вот хоть убей. Он так классно оформил. У него все так хорошо получалось. А тут вот такие затупы дикие. Ну просто жесть какая-то. Ну прыгают на тебя, Брай. Займ Анта Стайл. Для чего он тебе нужен был? Для чего? Просто посмотреть на него. Красивый синий топор. Такой же красивый, как синее бездыханное тело. Антимага. Который раз уже. АМ идет со счетом 3-7-0. Сказать, что в этом законтрили на лайне. Нет, никто его не законтрили на лайне. У него вот четвертый Нетворс на карте. Третий даже. Лучше Медлоингера Фоктора. Непонятно, к чему Глот не подставляется, а Иллидан позволяет себе такие крайности. Ну и две стороны, конечно, потеряли игре. Команды ВП. У них есть герои, чтобы, в принципе, драться и против мега-крипов на самом деле. Но это же надо в эту задницу влезть, чтобы из нее начать выбираться. Ну и у Разора появляется Аганим тем временем. Есть БКБшка, уже есть. Асаут Кирас у Вайджея. Ого-го, он на второе место вышел по фарму. А Сетивай там чем вообще обладает? 6800 по голоде у Сетивая. Есть у него Оркет. Есть у него Бладстолм. БКБ. И, в принципе, сейчас Хекс. Уже может появиться у Шторм Спирита. По-моему, даже денег останется на байбэк. Да, появляется Хекс у Сетивая достаточно быстро. А там еще и в Курьере что-то лежало, поэтому... Не так сильно пришлось Сетиваю потратиться. Ну и Аэго пропадает на Сетивай. Теперь он, в принципе, запакован, ну, до ужаса. 2400 монопол у него. Огромный. Хорошо, конечно, для Эллидана, но не факт, что он запустит у него все-таки ульту. Как-то файд. Все, Эллидан просто на панике уходит отсюда. Или где он? Где Эллидан? Эллидан в самом центре. Файдает. И отпрыгивает антимаг. Теперь поближе к собственному хайграунду. Ну и все. Аэма развалили. Вот байбека у него нет. Года тоже поймали. Года уничтожают. Тут со Штормом не получилось никак состязаться. Дальше за годом. Год пока еще выживает. Шторм Спирит просто под фонтан. На Года год в Климеркейпе. Спасибо саппортом за это. Ну и вся команда Ехоу. Жива. Биты тут не настолько, чтобы в принципе переживать. В собственном положении. Ну и идут на третий лайн игроки команды Ехоу. Вп не пишут ГГ. Вп пишут ГГ. Вот такая простая схема. Развалили всех, кого можно было. В итоге Иллидан. И год не зашли. Это очень странно. Потому что дотащили эту игру до миллионной минуты. Были возможности просто переформить. В полнейший хлам. И с такими героями. С антимагом. С гирокоптером. По идее должны были эту игру вот на сороковой минуте. Так точно. Выигрывать в хлам. Не знаю.